Ты уже можешь отметить в своих календарях особенный день. Не за горами тот день, когда чрезвычайно редкий звездный взрыв зальет ярким светом ночное небо. Мы все станем свидетелями новообразования, в результате которого на небе появится совершенно новая звезда. В течение нескольких недель эта звезда будет сиять ярче, чем все остальное вокруг. Тебе даже не понадобится телескоп. Чтобы стать свидетелем этого космического зрелища, ты сможешь наблюдать нову своими глазами в течение нескольких недель. Новые — это необычные звездные взрывы, при которых на поверхности белой карликовой звезды внезапно взрывается огромное количество материи. Взрыв временно увеличит яркость звезды в полторы тысячи раз, и отголосок этого взрыва будет выглядеть как новая звезда на ночном небе в течение нескольких дней и недель. Астрономы-любители будут знакомы с созвездием Корона Бореалис или Северная Корона. Те, кто не так хорошо знаком с ночным небом, найдут Корона Бореалис между более известными созвездиями Буца и Геркулес. Если ты увидишь там несколько очень ярких звезд, которые почти образуют дугу, то ты находишься в правильном месте. Новая звезда появится в пределах этой дуги с момента появления новой звезды. Белые карлики — это не обычные звезды, это реликты звезд, которые похожи на наше Солнце, но по сути уже мертвы. На исходе своих запасов топлива довольно маленькие звезды коллапсируют, образуя белые карлики, которые чрезвычайно плотные и горячие. Белые карлики размером всего лишь с Землю, но имеют внушительную массу Солнца. Из-за своей чрезвычайной плотности эти звезды обладают сильным гравитационным притяжением, которое они могут использовать для высасывания материи из соседних звезд. Белый карлик может существовать очень долго, даже если в нем уже не происходит ядерный синтез. Он медленно остывает и часто демонстрирует такое причудливое поведение во время этой фазы. Извлекая материю из своего окружения, мертвые звезды накапливают столько массы, что взрываются при достижении критического порога. Мы знакомы с этим явлением по бинарным системам, в которых звезда-партнер раздулась в красного гиганта и таким образом тоже достигла конца своей жизни. По сравнению с белым карликом, красный гигант гораздо шире и кажется более объемным, но он не такой плотный и поэтому теряет свою массу, отдавая ее гораздо меньшему, но более тяжелому компаньону. Извлекается в основном водород, который затем образует горючую смесь на поверхности белой звезды. В случае с T-Corona Borealis эта смесь растворяется в огромном взрыве примерно каждые 80 лет. Следующий взрыв произойдет в сентябре 2024 года. Волнение велико. Научное сообщество смотрит на Корона Borealis с таким же нетерпением, каким мы в эти дни. Созвездий и Новолуни легко увидеть невооруженным глазом, хотя зрелище будет происходить на расстоянии более 3000 световых лет от нас. Хотя мы можем наблюдать это событие практически вживую, на самом деле мы видим то, что произошло 3000 лет назад. 3000 лет назад на Земле начался железный век, расцвела египетская культура и образовались первые города в Греции. Для нас же Новолуни стала реальностью, поскольку его свет сейчас достигает сетчатки наших глаз или обзорных зеркал наших телескопов. T-Corona Borealis позволяет нам, людям, принимать участие в этом зрелище каждые 80 лет. На сегодняшний день три из этих Новолуний очень хорошо задокументированы. Самый старый отчет относится к 12 веку и описывает чудесное появление новой звезды в Северной Короне. Последние десятилетия ученые интенсивно наблюдали за белым карликом T-Corona Borealis и детально изучали его активность. С 2015 и 2016 годов стали фиксироваться все более необычные колебания яркости. Дальнейшими признаками стало увеличение радио- и рентгеновского излучения. Нынешние наблюдения в точности повторяют активность, наблюдавшуюся перед более ранними извержениями T-Corona Borealis. Последние Ново 1866 и 1946 годов были особенно хорошо задокументированы, поэтому исследователи, конечно, могут легко провести сравнение сегодня. В 2018 и 23 годах колебания яркости вызвали волнение в астрономическом сообществе. Признаки все больше напоминали закономерности, наблюдавшиеся перед извержением 1946 года. В 1866 году ученые еще предполагали рождение новой звезды. Известный астроном Уильям Хаггинс отметил в своих записях Стеллу Ново в созвездии Корона Borealis. Примерно через 80 лет у исследователей появились более широкие возможности, и они признали увеличение яркости взрывом в далекой звездной системе. Сегодня, конечно же, мы используем наши лучшие телескопы, чтобы задокументировать и наблюдать это важное космическое событие как можно более реалистично. Помимо телескопов, на две звезды круглосуточно направлены два спутника. Эти миссии фиксируют точное количество вещества, которое всасывает белый карлик, и изменение температуры на его поверхности. Эти точные измерения позволяют сделать очень точные прогнозы относительно того, когда будет достигнута критическая масса и когда, наконец, произойдет долгожданный термоядерный взрыв и появление новой звезды. Термоядерный побег, мощность 476 триллионов водородных бомб. Водородная бомба – одно из самых опасных видов оружия, которым мы, люди, когда-либо разрабатывали. Водородная бомба среднего размера может сравнять с Землей целый небольшой город. Когда новая звезда станет видимой, на Ти Корона Бореалис будет взорвана невероятная мощь 476 триллионов водородных бомб. Исследователи называют процесс, который приводит к этому огромному взрыву и яркому сиянию новой термоядерным убеганием. Он начинается с аккреции большого количества материи белым карликом. Эта материя состоит в основном из водорода. Она скапливается на поверхности белого карлика в виде тонкого слоя и в итоге образует аккреционный диск вокруг белого карлика. Под действием гравитации постоянно текущая материя притягивается все дальше и дальше к поверхности белого карлика, где она сжимается и нагревается. Чем больше материала притягивает белый карлик, тем сильнее возрастает давление. Водород и тепло все больше образуют взрывчатую смесь, и как только достигается критическое количество, она взрывается. Плотность и температура запускают термоядерный взрыв, и сила триллионов водородных бомб разворачивается на всей поверхности звезды, и ее окрестностях менее чем за секунду. Внезапно яркость белого карлика увеличивается в полторы тысячи и даже больше раз. В момент разрушительного взрыва температура белого карлика T-Corona Borealis будет составлять около 10 миллионов градусов Цельсия. Под действием этого огромного жара атомы водорода начинают сплавляться в гелии. По сути, это та же реакция, что происходит в ядрах звезд, но поскольку масса в данном случае находится на поверхности белого карлика, взрыв происходит совершенно иначе. При слиянии водорода в гелии вокруг звезды в одно мгновение высвобождается такое большое количество энергии, что взрыв выбрасывает внешние слои скопившейся материи в космос. Тогда мы видим первую вспышку новой звезды. Поскольку в этот раз спутники и телескопы направлены на T-Corona Borealis, мы сможем наблюдать вспышку звезды более точно и близко, чем когда-либо прежде. Экстремальное увеличение яркости — явление временное, но новое будет видна в течение нескольких дней или даже недель. После фактического взрыва белый карлик будет медленно возвращаться к своему обычному уровню яркости. Если ты будешь наблюдать за новой, то сможешь каждый вечер следить за медленным угасанием яркой точки света. Nova TBC. Ты увидишь ее отчетливо. Определенно стоит взглянуть на эту звездную систему сейчас. До появления новой звезды белый карлик нельзя увидеть невооруженным глазом. Для этого он светит слишком тускло. В момент новообразования это действительно будет выглядеть так, словно из мгновения в мгновение появляется новая яркая звезда. Ученые уже наблюдают за каждым увеличением яркости и ежедневно документируют изменения. Те из вас, у кого есть хороший телескоп, уже могут различить мерцание T-Corona Borealis. Мы будем видеть новую звезду в течение нескольких дней или недель после взрыва. Эту новую звезду также будет очень легко увидеть людям без телескопов или биноклей. Даже если ты живешь в районах с сильным световым загрязнением, ты сможешь распознать предполагаемую новую звезду без каких-либо вспомогательных средств. В период наибольшей интенсивности Дейнова будет светить ярче многих самых ярких звезд на небе, возможно, сияя так же ярко, как Арктур или Вега. Через несколько дней яркости Corona Borealis снова начнет медленно уменьшаться, пока звезда, наконец, не достигнет своей нормальной яркости и тогда будет едва заметно невооруженным глазом. С помощью телескопов или биноклей ты сможешь разглядеть детали и проследить за яркостью звезды в течение нескольких ночей. Скорее всего, все событие будет происходить в течение одной-двух недель. Если ты хочешь провести сравнение, то тебе стоит посмотреть на созвездие до появления новой звезды. Или же ты можешь понаблюдать за тем, как большая звезда медленно сгорает. Финальное ново. Звездная смерть в рассрочку. Мы, люди, видим новую звезду в системе Corona Borealis каждые 80 лет. Как долго Ти Corona Borealis будет продолжать демонстрировать это зрелище, точно неизвестно. Что можно сказать наверняка, так это то, что белый карлик будет все больше терять свою силу. Либо его последний свет в конце концов померкнет, либо он взорвется в последней яркой новой звезде. Белый карлик – это, по сути, просто оставшееся ядро сгоревшей звезды, которая не была достаточно массивной, чтобы в итоге превратиться в сверхновую. После выброса ее внешних слоев осталась компактная, плотная звезда, состоящая в основном из углерода и кислорода. Такие звезды не имеют возможности вырабатывать собственную энергию путем ядерного синтеза и поэтому постепенно остывают. Однако поскольку вещество белых звезд чрезвычайно плотное, их огромная гравитация увлекает материю из окружающего пространства. В результате взрывы новых звезд могут происходить неоднократно в течение тысяч или миллионов лет. Однако как только такой белый карлик достигает магического предела, происходит финальная катастрофа. Выше так называемого предела Чандрасикхара, составляющего около 1,4 массы Солнца, белый карлик больше не может оставаться стабильным. Звезда разрушается под действием собственной гравитации и уходит в небытие, как эффектная сверхновая типа 1А. Эта сверхновая чрезвычайно яркая и на несколько коротких мгновений светит ярче, чем все звезды в галактике вместе взятые. После этого события также можно увидеть новую звезду, которая медленно исчезает, а на месте белого карлика образуется черная дыра или нейтронная звезда. Стань подписчиком прямо сейчас и будь частью каждого нового захватывающего видео.